всем привет друзья на связи с марте сегодня мы продолжим историю наталья которая больна раком и и очень страшный диагноз рак шейки матки и мы продолжаем ей помогать но ситуация здесь очень тяжелая и наталья все расскажут но если вы смотрите из германии нидерландов из европы и сможете помочь наталья или вы знаете контакты красного креста чтобы быстро оформить страховку и начать лечение потому что в европе вылечиться гораздо проще чем здесь здесь это сделать будет нереально хотелось бы поблагодарить карину за то что она тоже нам помогла и помогла наталья сегодня я передам наталья еще 10 тысяч и так мы продолжаем сбор осталось 16 тысяч ссылка на банку будет в описании все деньги пойдут наталья или на лечение или если мы сможем найти лечение в германии или в европе то это эти деньги пойдут именно ей для того чтобы она смогла там первое время прожить а теперь наталья хотел бы рассказать как у вас обстоят дела как вы себя чувствуете на каком все этапе здравствуйте мои дорогие спасибо хочу начать со слов благодарности большое спасибо сергей что он мне помогает хочу сказать спасибо всем вам всем людям которые поддерживают меня кто сколько может скидывает потому что без вашей помощи я просто умру положение очень сложная по биопсии когда брали биопсию биопсию биопсия показала стадию вторую б но кт и мрт а показала что пошли уже метастаза и стадия уже четвертая то есть шансов вы сами понимаете очень мало они есть они дают эти шансы но все прекрасно понимают что это все от господа бога наверно зависит за это время вот с последнего видео сергея я прошла очень много прошла дополнительное обследование цистоскопии а вот чтобы понять куда прошел пророст в мочеточники вот там а пророста в нет но задеты уже каналы мочеточника вот прошла анализ обследование колоноскопии делалась в хирургическом отделении на в померках это очень сложная процедура три дня голодовки в последний день нужно выпить было три литра состава вот это очень сложно все колоноскопию делали под общим наркозом потому что люди но не выдерживают процедура проходила полтора часа а вот после которой пошли осложнения более в животе жуткие опять повезли на коты вот оказывается коты есть но без контраста у них а вот в общем эти процедуры я прошла потом прошла еще дополнительные анализы сдавала крови которые нужно были срочно сделать за один день сдавала в цима и заплатила 1016 за эти анализы а вот она в общем а в данный момент да еще брали пункцию с легких а вот жидкости но легкие сказали пока трогать не будут потому что резать ничего пока нельзя после химия состояния жутко то есть выходишь ты не понимаешь вообще где ты находишься жутко головокружение а вот и в том то дело что эти же компоненты то есть это не то что ты это прокапал и все это заканчивается нет эти препараты действуют до следующей химии вот значит химия будет каждую среду капаться то есть по 5 часов вот каждую среду а вот значит по протоколу лечения мне нужно пройти лучей и химии 4 а вот и лучей месяц плюс это вот что касается первого этапа моего лечения второй этап тебя выписывают с радиологического отделения и выписывают дают рекомендации на пушкинскую 82 на коммерческую основу там делается сложная процедура это внутренние ты принимаешь внутренние лучи сложная очень процедура там два аппарата процедура очень сложная очень болезненная на вот и очень дорогосостоящая вот курсы назначает врач будут смотреть по окончанию первого этапа то есть даются анализы будут смотреть что какой идет процесс и уже сколько курсов тебе нужно пройти на пушкинской это уже назначает врач а врач делает тот же самый который в померках но работает еще на на пушкинской то есть ты ведешь ведь ведет тебя один и тот же врач вот существует это называется второй этап а вот значит если это очень дорогостоящие все процедуры если бы я подписывала соответствующую бумагу сергей вам скинет если бюджет не покрывает то есть вот эти вот расходы то есть я подписала такую бумагу что я буду это проходить за собственный кошт вот померках такого оборудования нет оборудование это только на пушкинской поэтому то есть человека ставят как бы ну вот такие вот рамки или же предлагают искать другие города украины которые можно эту внутреннюю лучевую терапию пройти как бы как бы где подешевле где бесплатно но бесплатного как вы понимаете ничего нет то есть проезд нужно найти еще город какой-то украины это проезд это жилье это это получается те же деньги если не больше а вот и существует еще третий курс вот но об этом пока я никто ничего не знает что входит следующий курс вот есть люди операбельные которых уже все по вырезали все равно они проходят этой этапы у меня рак не операбелен поэтому опухоль нужно убивать а вот этими лучами вот этой вот химии а вот то есть вот так я не операбельно я не знаю что я буду делать но этот курс первый курс мне уже я его начала то есть я уже прошла 8 облучение одну химию то есть этот курс да мне нужно его закончить а что делать дальше я не знаю где искать деньги на пушкинскую это это большие деньги вот если раз в неделю там говорили один курс стоит 5 около пяти тысяч если два раза в неделю там ну то есть выходит различие небольшое что делать дальше я не знаю но вот пока я прохожу этот первый курс а там а там а там неизвестность друзья давайте поможем наталья пройти первый курс мы попробуем сделать и биометрический паспорт и если нас смотрят волонтеры те кто могут помочь наталья там с лекарствами с возможно с врачами бесплатными или какой-то помощью пишите пожалуйста в телеграм ссылка в описании если у вас есть возможность и вы знаете врачи вы знаете контакты красного креста европы который дает курсы лечения помогает нашим украинцам там пишите в телеграм то не будет очень сложно решить эти проблемы здесь и и скорее всего что придется искать помощь за пределами украины все отчеты все пройденные анализы вы увидите в этом видео чеки также я приложу в это видео и в наш телеграм давайте не будем бросать наталью и поможем по максимуму ей потому что есть сейчас особо тяжело и без вашей помощи друзья будет будет это сделать очень сложно вылечиться будет нереально благодаря вот вам я прошла все эти как бы обследования анализы если бы не вы то я я бы этого ничего не сделала а вот я хочу еще раз поблагодарить сергея поблагодарить всех людей отдельно спасибо я хочу сказать карине который числила мне тысячу на личный счет вот кариночка спасибо вам я надеюсь на вашу поддержку потому что без вашей поддержки без вашей помощи я просто умру на этом у нас все друзья оставайтесь с нами мы правда я продолжу держать вас в курсе дела как обстоят два у натали и будем стараться по максимуму искать помощь как здесь харькове так и за пределами украины так что подписывайтесь на нас ссылка на сбор для наталья в описании до новых встреч всем спасибо всем пока